Итак, в этом видео мы с вами продолжаем. В прошлом видео мы с вами зарегистрировали хостинг на 3 бесплатных месяца на хостинге MacHost. И в этом видео я покажу, как быстро и легко разместить свой сайт на данном хостинге под управлением CMS Joomla. Меня зовут Федор Васильев и поехали! Итак, авторизумиция в панели хостинга. Заходим в менеджер файлов. То есть переходим вот здесь вот в сайты и потом нажимаем файловый менеджер. Если мы с вами перейдем вот сюда вот в сайты, видим наш домен. Кликнем по домену, домен активен и увидим страницу заглушка. Нам нужно удалить эти файлы из корневой папки нашего домена и разместить там файлы движка. Итак, еще раз в сайты, файловый менеджер. Видим здесь два файла. Кликаем вот здесь вот по чекбоксу, чтобы выделить оба файла. Они нам здесь не нужны. Сюда мы будем размещать сайт. Нажимаем вот здесь вот на ссылку удалить. Подтверждаем действие. Я рекомендую качать дистрибутив движка Joomla всегда только с официального сайта joomla.org. Конечно же мы можем поставить Joomla прямо из панели админа хостинга, но я предпочитаю это дело, так сказать, официально. Тем более новичок должен знать, как это делается обычным стандартным методом. Вот сейчас вы видите, я нахожусь на сайте joomla.org. Вот кнопка загрузить последнюю версию Joomla. Скачивайте к себе ее на компьютер, zip-архив. И продолжим установку Joomla на хостинг. У меня этот архив уже скачан, и давайте продолжим. На этой же странице мы с вами нажимаем «Закачать файл». Здесь мы нажимаем на кнопку «Выбрать файл». В всплывающем окне находим дистрибутив Joomla на вашем компьютере, куда вы скачали Joomla. У меня этот архив вот, Joomla 3.9.0, стабильная версия. Нажимаем «Открыть». И нажимаем на кнопку здесь «Закачать». И дожидаемся процесса загрузки с сайта на хостинг. Займет некоторое время. Далее мы с вами видим напротив нашего архива вот здесь такие иконки. Здесь самая последняя иконка. Если мы на нее наведем мышь, написано «Распаковать архив». Нажимаем на нее. «Распаковать архив в текущую папку». Мы сейчас находимся в корне папки нашего домена, поэтому мы говорим «Да, распаковать сюда». Достаточно быстро распаковывается архив. То есть корневая папка у нас вот она здесь. Мы это видим нашего домена. Вот вся структура файлов и папок Joomla. Здесь есть вот этот архив Joomla, который мы только что распаковали. Ставим напротив галочку, чтобы не засорять дисковое пространство хостинга. Мы его удаляем отсюда. Просто он больше нам не понадобится. То есть он распаковался, сам архив нам не нужен. Ставим галочку и напротив вот здесь вот есть такой кирпичик «Удалить» иконочка. Кликаем по ней. Нажимаем «Ок». Подтверждаем действие. Все, архив удалился. Дальше. Кликаем вот здесь вот в меню сайты. Видим вот здесь наш домен. Кликаем по домену. И видим первое окно установки CMS Joomla на хостинг. То есть одну часть мы с вами уже выполнили. Теперь нужно произвести саму установку. Итак, давайте заполним необходимые поля. Название сайта. Сразу забегая вперед, хочу сказать, что можете заполнить эти поля пока в тестовом варианте. Так как в админке сайта Joomla вы потом сможете все эти поля изменить под себя. Поэтому я назову «Демо сайт». Описание можно не заполнять. Проставляем email. Логин и пароль. Об этом уже я много раз говорил, но я не рекомендую использовать «Логин админ» и не рекомендую использовать слабый пароль. В целях безопасности используйте какой-то отличный логин от «Логина админ». Но так как у меня это тестовый сайт, поэтому для себя я оставляю админ. Придумываем пароль. Повторить пароль. После этого мы нажимаем «Далее». Ответственный шаг. Номер 2. Нужно прописать данные к базе данных. Возвращаемся в письмо, которое нам пришло от хостинга MacHost. Одно из последних писем. Здесь есть такой раздел у вас «База данных». И здесь уже есть адрес хост, имя базы, логин и пароль. Адрес хост. Копируем. То, что у вас с жирным выделено, это ваш хост. Я это здесь на экране специально скрыл. Возвращаемся на страницу установки Joomla. Имя сервера. Удаляем все, что здесь написано. И проставляем данные хоста. Имя пользователя. Возвращаемся на почту. То есть имя базы данных. У вас своя база. Имя у меня своя. Копируем. Имя базы данных проставляем. Имя пользователя у меня точно такое же, как имя базы. Проставляем имя пользователя. Возвращаемся в почту. Находим пароль от базы данных. И проставляем пароль. Префикс таблицы мы не трогаем. Нажимаем «Далее». У нас здесь есть предупреждение. Не пугайтесь. То есть ошибка и предупреждение. Сначала давайте обратим внимание на ошибку. В папке инсталляции нужно удалить вот этот вот файл. То есть эту страницу мы не закрываем, ничего с ней не делаем. Возвращаемся с вами в панель хостинга. Переходим с вами в менеджер файлов. Здесь в структуре папок Joomla есть папка инсталляции. Вот она. Заходим в нее. Находим здесь вот этот вот документ. Точка текста. Вот он самый длинный у него название. Удаляем его отсюда. Подтверждаем действие. Возвращаемся на страницу регистрации. Смотрим, какие поля у нас слетели. У нас все поля на месте, кроме пароля. Возвращаемся на почту. Копируем пароль от базы данных еще раз. Возвращаемся на страницу установки Joomla. Проставляем пароль еще раз. И нажимаем далее. Итак, мы с вами прошли. У нас с вами третий шаг. Заключительный при установке Joomla. Здесь установка демо данных на ваше усмотрение. То есть это предустановочные страницы, статьи для наполненности. Чтобы сайт был как демо сайт. То есть имел какую-то структуру уже. На ваше усмотрение я оставлю нет. Самое важное, чтобы вот здесь у вас в этом блоке все параметры были в положении да. Это говорит о том, что хостинг полностью отвечает всем требованиям системы Joomla. Нажимаем дальше установить. Поздравляем, вы успешно установили Joomla. Почти все, но еще не совсем. Давайте установим языки. То есть русский язык на панели управления сайтом и на фронтальную часть сайта. Нажимаем установить языки. Здесь большой выбор языков. Устанавливайте тот или те, которые вам нужны. Я нахожу русский язык. Вот здесь он. Почти в самом низу. Ставим напротив галочку и нажимаем далее. Здесь языки панели управления. Не забудьте поставить точку напротив русского языка. Язык сайта тоже ставим точку напротив русского языка. Нажимаем далее. И нажимаем вот на эту кнопку. То есть папку инсталляции мы удаляем полностью. То есть нам об этом и говорят. Нажимаем на эту кнопку. Через секунду смотрите надпись на кнопке меняется. Директория инсталла успешно удалена. Я вас поздравляю. У нас сайт на Joomla полностью установлен. Мы переходим с вами в панели управления. То есть это уже вход в админку вашего сайта Joomla. Давайте авторизуемся. У меня логин админ и пароль. У меня свой у вас свой. Нажимаем войти. И вуаля. Мы с вами в админке. Теперь мы можем наслаждаться нашим сайтом. Настраивать его как угодно. Если кликнем вот сюда. Перейдем на фронтальную часть сайта. Видим сайт открывается. Никаких ошибок нет. Все хорошо. Кстати в версии хостинга можете посмотреть из панели админки Joomla. Я всегда показываю в уроках как это посмотреть на хостинге. Но это можно посмотреть еще и через Joomla. Но в любом случае у нас никаких в админке предупреждений в красной оболочке нет. Значит все хорошо. Но на всякий случай давайте покажу. Посмотрите система. Информация о системе. И вот здесь вот видите версия PHP. Что важно. У нас стоит 7.1.21. То есть одна из последних. На этой версии PHP наши сайты под управлением Joomla последней версии будут работать быстро, корректно, без ошибок. На этом видео я оставлю паузу. И не пропустите следующее видео. В следующем видео я покажу как устанавливать на данный хостинг движок WordPress. Продолжение следует.